Приветствую вас на заключительном уроке по теме активности. В этом уроке я расскажу о инструментах, которые, возможно, вам помогут привлечь внимание к своему профилю. Вы можете ими пользоваться, опять же, в разумных пределах. Но, пожалуйста, не забывайте, в первую очередь нужно надеяться только на себя, на свою экспертность и на ваше трудолюбие. Поэтому, если вы будете регулярно, придерживаясь своему контент-плану, публиковать информацию на своей страничке, и она будет качественной, полезной, если вы будете проявлять активность, о которой мы говорили раньше, если вы будете отвечать на все действия, которые происходят на вашем профиле, а все это отображается вот в этом колокольчике. Тем, кто оценил ваши посты и комментарии, отвечать тем же. Если вы будете, например, даже поздравлять людей с днем рождения, подумайте, как это сделать. Естественно, чтобы и людям было приятно, и для вас это было полезно. То есть дарить им какие-то подарки в виде вашей какой-то советы, консультации, которые, например, они от вас с их днем рождения могут получить бесплатно. То есть на первом этапе, когда у вас еще нет взрыва активности на профиле, нужно пользоваться и искать все возможные варианты с людьми пообщаться. Когда ваш профиль раскрутится, вы просто физически не сможете всем этим заниматься. У вас в лучшем случае будет оставаться возможность общаться только с людьми, которые пишут вам в личку и отвечать им на их сообщения. Это единственное, что вы сможете успевать. Хотя наступит такой этап, когда вы даже и на это не будете находить время, и чаще всего профилей каких-то продвинутых известных личностей общаются уже не они сами, а общаются их техническая поддержка, что в принципе и является нормальным. Но что же делать на первом этапе, когда еще нет взрыва этой активности, люди пытаются искать какие-то полезные инструменты. Тут, конечно, очень хорошо работают средства автоматизации, но нужно иметь ими пользоваться. Это опять же трата времени. Конечно, классно работает платная реклама, но это опять же деньги, и нужно уметь настраивать эту платную рекламу, чтобы она дала какой-то результат. Поэтому в этом уроке я вам расскажу о двух инструментах, которые в принципе не потребуют какой-то серьезной подготовки. И если потребуют денег, то только в очень разумных пределах. Опять же, это лично ваш выбор. Первый инструмент, он называется приложение Гость. Мы заходим в поиск, пишем Гости, выбираем сообщество. И вот это официальное сообщество. Обратите внимание, здесь 3 миллиона участников. Это очень популярное приложение. Мы подписываемся на эту группу, заходим в саму эту группу, находим приложение и нажимаем запустить. Нажимаем на кнопочку еще раз запустить приложение. Оно запускается, прописывается в открытии. Придется посмотреть рекламу, но любые приложения только этим и живут. Когда реклама пробежала, нажимаем крестик. Включаем сканер гостей. Вот здесь вот нажимаем Включить. Нажимаем Включить. Важно появиться доступ к меню. Отмечен. Разрешить. Появляется сообщение. Отлично. Мы включили возможность нашему приложению отслеживать, кто заходит на нашу страничку. Чем это вам может помочь? Это поможет вам понимать, кто интересуется с той информацией, которую вы выкладаете на страничке. Причем абсолютно не важно. Написал человек что-то на вашей страничке, либо оставил какой-то комментарий, наставил лайк. В любом случае вы получите информацию об этом человеке. Всегда можно зайти на его страничку. И если это страничка живого человека, вы видите, что здесь что-то по теме размещается. Можете взять и добавить этому человеку друзьям. Либо начать с ним общаться. Но зачем я вам показываю вот это вот приложение? Это приложение работает еще и в режиме платного продвижения. Что вам для этого нужно? Вы переходите на страничку продвижения. Можете выбрать готовые пакеты. Посмотреть сколько это стоит. Например, 500 показов вашего профиля. Стоит 14 рублей. Это можно купить за деньги, можно купить за голоса. Что значит просмотр? В разделе гости есть люди, которые помечут таким вот значком. Видите? Это люди, которые купили место вот в этом рейтинге гостей. Так как приложением пользуется колоссальное количество людей, все хотят узнать, кто у них на страничке. Люди просто покупают это продвижение и закрепляют за собой вот место в этом ряду. Если у вас достойная красивая аватарка, ну вот, например, яркие примеры этих аватарок, то однозначно к вам кто-то перейдет и посмотрит на вашу страничку. То есть вы увеличите посещаемость своей странички. Люди увидят ваши посты, которые вы выкладываете. И это будет сделано без какой-то активности с вашей стороны. Вы просто посещение своей странички покупаете. Очень простое решение. И когда ваш профиль будет уже нормально, грамотно оформлены, можно попробовать воспользоваться этим приложением, посмотреть, какой будет результат. Конечно, здесь через это приложение продвигать легко просто какую-то развлекуху. То есть женщин с красивыми губами, с красивой фигурой и так далее. Но, еще раз повторюсь, этим приложением пользуется очень много людей. Есть какой-то смысл попробовать потестировать, как оно сработает у вас. Ну, не такие уже и большие деньги вы потратите. То есть максимальное, что я тут платил, я, кажется, платил 350 рублей и получал 14 тысяч показов своего профиля. Это первое приложение, причем это официальное приложение контакта. Никаких банов вы никогда не получите за пользование этого приложения. Кому оно заинтересует, можете более глубоко с ним разбираться. Вот здесь, кстати, можно набирать вот эти баллы, то есть получать какие-то внутренние валюты. Набираем какие-то сердечки. Мне, конечно, извините, никогда этим не нравилось заниматься, потому что это колоссальное количество времени, которое вы тратите. Но, как вариант. Это первое приложение. И есть сервис, который работает, ну, колоссальное уже количество времени. Я, честно говорю, очень не люблю этот сервис. Он называется Top Leaders. Ссылка на него будет под нашим роликом. Что это за сервис? Посмотрев видео стартовое, вы поймете, для чего он работает. Конечно, здесь все очень красиво. На самом деле, чуть-чуть по-другому. Сразу хочу сказать, за неразумное использование этого сервиса вы можете получить банк своего аккаунта, то есть заморозку. Но в разумных пределах, для того, чтобы получить друзей на молодой свой профиль, у которого всего лишь, там, видите, пять друзей, вот этим сервисом воспользоваться можно. То есть для того, чтобы получить первых друзей, причем живых друзей, вот один из плюсов этого сервиса, то, что здесь вы получите однозначно живого человека, то есть который пользуется своим профилем. Чтобы начать им пользоваться, нажмите на кнопку «Начать прямо сейчас». Разрешите доступ к сервису, к вашему аккаунту, то есть это нормальное явление, потому что сервис должен управлять вашим аккаунтом. Разрешаем. Вам предлагают пройти регистрацию. Я ее сейчас пройду. Я укажу адрес электронной почты и укажу свой скайп. Есть вероятность того, что люди к вам даже в скайп будут добавляться. Отмечу, что мне исполнилось 18 лет и нажму «Регистрация». Меня поздравляет то, что я успешно прошу регистрацию. Вам предлагают на людей, которые купили платный аккаунт на этом сервисе, а что это такое, я расскажу. Начать подписываться. Вот нажимаю «Подписаться». Можно вначале перейти на страничку этого человека, а вот, кстати, его профили в других социальных сетях, но мы перейдем на ВК. Просто щелкну по значку ВК и вы перейдете на страничку этого человека. Какой плюс у этого сервиса? На тарифе ВИП люди, которые однозначно используют социальные сети для продвижения себя и своих проектов. Вот здесь можно получить очень хорошие, интересные работающие статусы, посмотреть на продающие посты. Но наша задача – нажать на «Добавить друзья». Добавляю этого человека в друзья, открывается в отдельном окошечке, закрываю это окошечко. Идет проверка, что я на него подписался. Контакт добавлен, появляется сообщение, нажимаю «Продолжить». Сейчас мне подгружают следующего человека из списка ВИП-аккаунтов. Вам нужно подписаться на 20 человек. Это вот ваша задача. Конечно, 20 добавлений в друзья – это реально много. Это лимит добавлений в друзья в социальные сети. Почему, например, могут забавить? Потому что если вы будете каждый день пользоваться этим сервисом, добавлять этих 20 человек в друзья, для чего это делается? Для того, чтобы самим попасть в список людей, на которые вы добавляетесь. Но практически всегда добавляются только на тех, кто купил аккаунт ВИП, у кого проплачен доступ к этому ресурсу. И именно ВИПовцы очень быстро получают заявки в друзья. Ну, нажму «Добавить». Опять же, добавляю. Не нужно с этим спешить, потому что, видите, уже начали спрашивать антикапчу. Это говорит о том, что уже кто-то пошло не так. Поэтому, если у вас при каждом действии будут спрашивать антикапчу, пожалуйста, будьте внимательны и, возможно, просто прервите свой путь, потому что это может привести реально к заморозке вашего аккаунта. Нажму «Еще продолжить». Опять же, зайду на страничку, чтобы хоть какая-то полезность была. полезность есть, добавляю. Можете этих людей также лайкать. Сейчас, конечно, сервис сделал все возможное, чтобы избежать бана аккаунта. Вот эти вот все открытия в отдельном окне, как будто вы сами, а не через сервис, совершаете добавление. И так далее. Если у вас молодой аккаунт, желательно делать какие-то паузы. То есть не надо сидеть и прям быстро-быстро кликать эти 20 человек. Повторюсь, это может привести к тому, что ваш аккаунт заблокирован. Но странички достаточно интересные, хорошо оформленные, поэтому можете подчеркнуть очень много полезной информации о том, как можно и нужно продвигать себя в социальной сети. Так вот, с трудом, паузами я добавил практически 20 человек. Вот сейчас последнего добавлю, чтобы вы увидели, чем все это заканчивается. Вот второй шаг. Я зарегистрировался, добавил 20 человек. Это все VIP. Поэтому все, кто оплачивает этот сервис, они все гарантированно получают заявки в себе в друзья. Нажимаю продолжить. Шаг 2 успешно выполнен. Теперь я могу войти в свой личный кабинет. Здесь, конечно, много всяческой рекламы. Тут чему только вас не научат. Но если вы хотите попасть, то вначале мы заходим вот сюда в баланс и пополняем сумму вашего баланса. VIP аккаунт на данный момент стоит 10 долларов на 30 дней. То есть, если вы пополняете свой баланс на 10 долларов, можно перейти на тариф VIP, и тогда на вас будут люди пополняться. Да, это сервис именно сетевиков. Здесь можно, правда, поучиться у других людей на их примерах, как они двигают свои проекты. Ну и вот давайте посмотрим, что у меня тут получилось. Даже вот на таком бесплатном тарифе, посмотрите, видите, у меня 3 заявки в друзья пришло. Вот от людей, которых я вообще понятия не имею. Но я их всех добавлю. Сейчас, скорее всего, мне начнут что-то писать. Вот видите, мне тут уже пришло голосовое сообщение. Скорее всего, мне сейчас будут куда-то приглашать. Ну давайте послушаем. Хочу ваш бизнес. Сколько стоит вход в вашу компанию? Хотите ежедневно получать такие сообщения? Тогда прямо сейчас напишите. Хочу консультацию. И вы получите бесплатный доступ к системе по привлечению партнеров в абсолютно любой бизнес в интернете. Ну вот прям такое замечательное, причем профессионально сделанное голосовое сообщение. То есть смотрите, хочу ваш бизнес. Оно вас заинтересует, оно вас зацепит. И вы дослушаете его до конца. Ну а дальше что вам предлагают? Вам предлагают, опять же, вот то, что делаем мы. То есть пошаговую методику обучения. Уверен, что вся эта пошаговая методика сводится к созданию чат-бота на основе бесплатного сервиса ВКонтакте Сендлер и отправки вот такого плана сообщений от основателей каких-то уникальных сервисов по привлечению клиентов. Все это абсолютно несложно. Всем этим заверениям верить я вам не рекомендую. Научиться работать с сервисом автоматической отправки сообщений вы однозначно научитесь. Это все будет сделано в нашей закрытой части. Но прежде чем переходить к этим техническим навыкам, нужно понимать свою целевую аудиторию, нужно освоиться в социальных сетях. И все у вас будет хорошо. Но вот обратите внимание, друзья продолжают добавляться, потому что я зарегистрировался в сервисе, попал в их списки, и сейчас, возможно, кто-то на меня будет кликать. Если бы я платил тариф ВИП, то количество заявок, друзья, возросло бы однозначно в разы. В принципе, в разумных пределах вы этим сервисом можете пользоваться. Единственное, о чем нужно помнить, когда вы добавляетесь в друзья, потому что, если не все ваши заявки в друзья, вот у меня сейчас, видите, 24 исходящие заявки в друзья. То есть я отправил заявку в друзья, а человек почему-то ее не принял. И если вы будете продолжать отправлять заявки в друзья, а люди их не будут принимать, это вызовет, очень мягко говоря, нездоровый интерес со стороны роботов ВКонтакте. И вашу активную деятельность по привлечению клиентов просто подрубит на корню. Заявки непринятые нужно отменять. Я никогда не делал это руками, потому что есть очень простой, хороший софт. Я о нем расскажу. Он все эти заявки непринятые просто чистит в один клик. Благодарю вас, что досмотрели этот ролик до конца. Относиться к этим инструментам нужно по-разному, но попробовать, потестить, понять, работают они или не работают, приносят они вам результат или не приносят, сделать я вам очень рекомендую. Продолжение следует...